Всем привет! Мы в Санкт-Петербурге и встречает он нас, конечно, как обычно. Мы сегодня на JetFest и попробуем с ним разобраться, что появилось нового в станкостроении и деревообработке. Приятного просмотра! Раз уж ролик вышел, то я думаю вы понимаете, что Санкт-Фест давно прошел. Но не спешите расстраиваться, ведь сие мероприятие проходило в их собственном выставочном зале. Так что если вы хотите перед покупкой станка сначала его оттестдрайвить, так сказать, то выставочные залы Питера и Москвы для вас открыты. Но помимо самих компаний Jet и PowerMatic на Feste присутствовали и другие представители. Например, это компания LaserCut со своими лазерными и фрезерными станками с ЧПУ. Компания Woodward показала достаточно широкий ассортимент своей продукции. Это и измерительные приборы, и приспособы для засверловки, пильные диски и очень многое другое. Также были представители компании Kleberit, Borma, Osborne и по-моему еще кто-то был. Вот уже не вспомню. Но важное замечание. Помимо того, что мне удалось пощупать и осмотреть весь ассортимент компании Jet, также мне довелось получить хоть небольшой, но очень увлекательный мастер-класс по токарному искусству. Итак, Александр Георгиевич Брюкнер в представлении не нуждается. Мастер всего дела в области фигур вращения, наверное, да? Тел вращения. Тел вращения. Вот так вот, правильно? Попрошу не ошибаться. Ну ты подходил ко мне, когда я делал, вот это будет у нас тарелочка, мисочка. Когда я снаружи делал, ты видел, а сейчас вот мы с тобой будем делать... Так мне кажется, это куда сложнее, наверное. Или поправьтесь, если не так. Да ну, сложнее, наверное, на первые сотни тарелок. Понял, понял. Все зависит от опыта. Да, да, да. Все зависит от опыта. Мы имеем знакопеременную нагрузку, то есть за круг мы имеем четыре разных эпюры, да? И вот единственный резец, который справляется с этими, так сказать, сложностями, это вот именно глубокий животчатый резец. Теперь, как им работают? Тоже все очень просто. По рисунку структуры стружки как-то можно определить, правильно делаю или нет? Да, да, да. Ну вот когда она не сыплется, не крошка, а вот такая вот, как не знаешь, жгутики, верюшки. Значит, мы в правильном направлении. Но у нас по-другому принимают. Так, а еще вопрос. Количество оборотов. Количество оборотов. Режет у нас линейная скорость, если ты помнишь, V равно омега R. Так. У тебя по физике что было в школе? Давайте не будем про это. Потрясающе. Ну что ж, юноша, можете поблагодарить учебителя за первый урок. Было, кстати, волнительно работать на токарном и не из-за подобных случаев. А из-за того, что рядом трудятся прям совсем юные ребята и не хотелось упасть в грязь лицом. Изначально вообще думал, что урок будет проходить в таком ключе. Ты ему доверяешь? Да, нормально, пусть я. Базара не могу. Ты че творишь? Ты сказал, что ты шаришь в этой теме. Привыкни к Ташкину. Не топи ты! Но дядька оказался очень приятный. Он хоть меня и похвалил, но я прекрасно понимаю, что... К сожалению, знаний в токарке у меня не так много. Но благо сам Александр Брюкнер пригласил меня на свой интенсив по токарному искусству. Посмотрим, чему он сможет меня научить. Запилим контент. Возможно, и вам будет полезно. А что же у нас по станкам? В зале стоят отдельным особняком станки линейки Powermatic. И как будто, ну мне так показалось, что они пытаются тебе сказать. Парень, ты можешь купить себе любой станок. Но хотеть ты будешь только нас. На самом же деле, даже если бы я и накопил на станки Powermatic, то пришлось бы менять мастерскую. В мои 40 квадратов влезла бы, не знаю, пара станков и все. Ну и как мне показалось, для моей мастерской больше подходит линейка Jet. Вот со среднеформатными станочками. Либо вот маленький самый фуганок, либо же вот такая ленточка средних размеров. Что касается ассортимента станков Jet. Будь это линейка фуганков, ленточных пил или токарных по металлу, совершенно точно в ней будет как большая профессиональная модель, так и очень компактная версия станка. Но вы только посмотрите, токарный с мою руку. Это, пожалуйста, заверните. В этот день ребята презентовали новую модель ленточно-пильного станка. И сейчас Владимир, главный по поставкам, вкратце о ней расскажет. Ребят, расскажу. Это одна из новинок сегодняшнего нашего фестиваля. Мы ее особенным образом здесь презентуем. Вскоре у нас будет отличный ролик обзорный, в котором мы все расскажем об этом станке. Но уже сегодня мы ее показываем. Новинка чем будет интересна? Тем, что это, наверное, самый начальный уровень профессионального инструмента. Начальный и в плане своей функциональности, и в плане бюджета. То есть это будет самый недорогой профессиональный станок, сделанный на хорошем заводе в Тайване. У нас до этого была похожая модель. И эта похожая модель у нас была долгие годы без CR. Сейчас она ушла из нашей программы, и ее сменит этот станок. Он получил несколько очень классных дополнений, апгрейда, по сравнению с предыдущим. И вот о них я сейчас расскажу. Коротко, в двух словах. Значит, что в первую очередь, наверное, многим бросится в глаза. Станок изначально оснащен полностью обоими упорами. И упором параллельным, и упором для торцевого пиления. Вот такой вот небольшой, простой, но он тоже уже есть в комплекте. В предыдущем станке этого не было. Роликовые направляющие. В предыдущем варианте у нас были керамические, недорогие. И роликовые нужно было покупать отдельно и менять дополнительно. Теперь в базовой комплектации у нас роликовые оба блока. И верхний, и нижний, что здорово. Многие увидели, что у нас есть возможность апгрейдить стандартный упор, который раньше вот так вот выглядел. Вот такой вот был профиль. Он покупался отдельно, но он был вот такой. И сейчас в стандартном комплекте он тоже такой. Но есть возможность апгрейдить до такого. Потому что направляющая уже в стандартном комплекте станка такая, как нужна для такого вот апгрейда классного. Очень часто, очень многие выбирали, у нас есть станок дорогой, называется JWBS 14DX PRO за его систему натяжения. И вот именно эта система натяжения появилась вот в этом бюджетном станке. То есть теперь у нас здесь система натяжения в точности такая же, как у самого дорогого 14-дюймого станка JEP. То есть в самом бюджетном, как у самого дорогого. Плюс возможность апгрейда, она не поменялась, она была и в предыдущем варианте. То есть поставив сюда вот такой вот блок 150-миллиметровый, мы получаем вот такую высоту пробилов 305 миллиметров. Это было и в предыдущем станке, остается и здесь. То есть в этом смысле это не новинка. Плюс у нас, многие заметят, поменялась подставка станка. Была совсем простая, прям вот, ну, можно сказать, копеечная. Теперь эта классная жесткая подставка тоже входит в стандартный комплект станка сразу изначально. И очень важно, чуть не забыл, теперь у этого станка, как у самого дорогого 14DX PRO, две скорости. Раньше была только одна, а теперь две. То есть двухшкивная система передач. Все, я думаю, прекрасно понимают, что дают две передачи для разных пород дерева, для разных задач, работ. Две передачи всегда круче, чем одна. Вот такой вот новый станок. Он буквально, наверное, как две недели у нас поступил на склад. Мы еще даже сами не до конца приготовились. Вот обзорный ролик только должен вот со дня на день выйти на наш канал. И многие смогут увидеть все это как бы в красивых картинках. Все, огромное спасибо, Владимир. Более подробный и развернутый обзор на новый ленточно-пильный станок от компании Jet вы сможете посмотреть на их YouTube-канале, либо перейдя по ссылке в описании. Помимо станков, на выставке были ребята от канала Лихой Топор. И, думается, не совсем правильно называть их просто YouTube-каналом. Это уже большое производство. Оказывается, все проекты, которые они делают на своем YouTube-канале, это столы с эпоксидкой, оптоволокном и многим другим, можно купить в их шоуруме в Санкт-Петербурге. Ставьте лайк, если я последний об этом узнал. Ну, а Славку вы наверняка знаете. Аудитория у нас в нише не такая широкая, так что, скорее всего, вы на него подписаны. Я, значит, тебя смотрю, наверное, ну ладно, как условно скажу, с ролика, где ты расскажешь, как правильно склеивать щит мебельный. Это третий ролик. Ну, я знаю, это для подводки. И заканчивая роликом про кресло от нейросети. После нейросети вышло еще много роликов. Ну, это для подводки, блин! Ты бросил, Паша, бросил смотреть мой канал. Почему так мало роликов про Чипула? Я постараюсь, Паш, ради тебя сделать больше роликов про Чипула. Все, спасибо, это был главный, на самом деле, вопрос. Слава, я, наверное, в ближайшее время постараюсь тебя выцепить и снять обзорный ролик про твою мастерскую. Приезжай в гости, с удовольствием тебя приму. Огромное спасибо за предложение. Может быть, даже пообщаемся. Все, здорово. Чуть не забыл. На выставке проходил розыгрыш призов. Причем не хилых призов. Где главным условием было купить что-нибудь на фесте. Я же приобрел себе ножи для рейсмуса. И, вы не поверите, я даже выиграл. Теперь классные струбцины от нашей компании. Да ты везунчик. Это же странно. Вот такие струбцинки. Это целый набор корпусных струбцин. Из целых 12 предметов. Боже, что там. Давайте распакуем. Черт возьми. Это выглядит круто. Честно говоря, я даже не хочу пробовать их в работе. Во-первых, потому что, ну, на самом деле, я знаю, что они крутые. Во-вторых, очень не хочется к ним привязываться. Все потому, что я хотел бы разыграть их среди вас. Не-не, все, ладно. Ты решил уже. Все, разыгрываем. Условия, как всегда, простые. Быть подписан на мой канал. Поставить лайк. И в комментариях написать слово «участвую». Лайк и комментарий, естественно, под этим роликом. Ну, а точную дату и время я скажу в ближайшем Shorts или же в группе в Telegram. А еще помогите мне разобраться с моим контентом. Будет здорово, если вы также в комментариях добавите, какие проекты на моем канале вам понравились больше всего. Мне интересно, как бы, в каком направлении мне просто дальше двигаться. Вот и все. А на этом, в принципе, ролик подходит к концу. Если он был для вас интересен или полезен, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И увидимся в следующем роли. Я забыл уже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!